Приветствую вас! Меня зовут Каролина Колоди и я имею огромную честь провести интервью с необыкновенным человеком, биологом, педагогом, журналистом, автором множества научных работ в области фиторемедиаций, а также руководителем Института профилактики здоровья и научного совета Дуалайф. Здравствуйте, доктор! Здравствуйте! Расскажите нам, пожалуйста, о своем увлечении. Меня очень интересует исследование красоты и мудрости природы, изучение того, что дает нам окружающий мир. Я много путешествую и, перемещаясь из одного конца планеты в другой, встречаю людей и целые культуры, которые почти ничего не знают о современной медицине. Как оказывается, люди, которые питаются тем, что дает лес и не контактируют с веществами, которые предлагает нам современная фармацевтика, живут значительно здоровее. Невероятно, ведь данный факт говорит о том, что в природе существуют все необходимые компоненты, стимулирующие механизмы самовосстановления организма. На самом деле, гениальность нашего тела еще полностью не исследована. Когда человек появился на Земле, растения были экологически чистыми. Животные, съедая их, давали нам абсолютно чистое мясо. Сегодня же все, что предлагает нам мир, слишком сильно загрязнено, начиная с удобрения астероидов и заканчивая антибиотиками, которые дают животным для ускорения набора веса. Эти вещества накапливаются в нашем организме в нем отделе пищеварительного тракта. В результате мы страдаем больше всего. Такова беда современного мира. И чтобы все это сбалансировать или хотя бы нейтрализовать, нужно вернуться к истокам. То есть к натуральному, либо органическому сельскому хозяйству, которое даст нам чистые продукты. Оттуда мы сможем получить вещество, которое в современных условиях нельзя назвать лекарством. Это что-то более ценное. Оно стимулирует механизмы самовосстановления организма. Я вырос в бесщадских лесах. Бесщады — это часть Польши, где вдали от грязного воздуха и шума города очень сильно ощущается чистота природы. Такая атмосфера как раз и вдохновила меня начать изучать окружающий мир и помогла определиться с профессией. И с каждой разгаданной загадкой природы я все больше преклоняюсь перед ее мудростью. Согласно последним данным, от сахарного диабета только в Польше страдает 3 миллиона человек. Что еще хуже, среди больных все больше молодых людей. Как препарат Прошугар может помочь нам в борьбе с этим заболеванием? Для человека, болеющего диабетом первого или второго типа, самым худшим являются проблемы, сопутствующие этой болезни. Сахарный диабет усложняет жизнь хотя бы тем, что нужно часто принимать инсулин. У здорового человека организм производит этот гормон каждые несколько секунд. А больной должен вводить себе инсулин раз в какое-то время при помощи инсулиновой помпы, что, кстати, гораздо удобнее, чем обычные инъекции. Принимая Прошугар, мы защищаем себя от таких осложнений, как диабетическая стопа, отслоение сетчатки глаза или почечная недостаточность. Продукт работает хорошо благодаря своему составу, где главную роль играют козлятник лекарственный, чия или испанский шалфей и цикорий обыкновенный. Все составляющие были гармонично соединены в данном препарате. Я расскажу лишь о трех компонентах, а об остальных вы сможете прочитать в наших каталогах. В первую очередь Прошугар минимализирует осложнения, связанные с диабетом. Очень важным является действие козлятника, который содержит хром. Нехватка этого вещества в организме приводит к тому, что рабочая здоровая поджелудочная железа может перестать вырабатывать инсулин. А что это значит? Отсутствие инсулина можно приравнять к отсутствию контроля над уровнем сахара в организме. Представьте себе, что мы съедаем какие-нибудь углеводы и получаем высокий уровень глюкозы. Инсулин следит за тем, чтобы вовремя израсходовать лишний сахар на текущие нужды организма, то есть поддержание температуры тела, работу внутренних органов, мыслительный процесс. К тому же гормон стабилизирует уровень сахара, а излишки откладывает в печени в виде гликогена. В то же время в поджелудочной железе на островках Лангерганса вырабатывается гормон глюкогон в рак инсулина. А когда нам не хватает сахара, организм берет его из запасов печени. И если, например, абсолютно здоровый человек хотел бы избежать последствий, к которым может привести диабет первого типа, ему необходимо есть каждые три часа. Так как только в этом случае гликоген никогда бы не успевал откладываться в жир, а человек был бы постоянно сыт, съедая при этом немного. Употребление прошугар – это лучшая модель дополнительного питания нашего организма. Благодаря этому препарату мы поддерживаем естественный процесс контроля уровня инсулина. Дополнительно, чтобы ощутить эффект действия препарата в полной мере, нужно позаботиться о полноценном питании. Но вернемся к компонентам нашего БАДа. ЧИА, о которой я говорил, можно назвать ботаническим феноменом, который получил широкое применение относительно недавно. Еще более удивительно то, что о лекарственных свойствах ЧИА в Центральной и на юге Северной Америки знали еще 6 тысяч лет назад. Ацтекские войны употребляли Гуарану и ЧИА, когда патрулировали границы островов. Они могли пробежать до 70 километров без воды и еды, питаясь лишь семенами ЧИА. Японские исследования также доказали, что ЧИА не только высвобождает энергию, но в то же время обеспечивает стабильный уровень сахара в крови, несмотря на колебания уровня инсулина. Другими словами, человек не умер бы даже в состоянии критического истощения и отсутствия глюкозы, если бы ел семена ЧИА. В то же время генетическим кодом в организм человека вписаны так называемые гидрофильные, то есть накапливающие воду частицы. Благодаря ним организм не страдает от нехватки воды, которая так необходима для всех жизненно важных процессов. В продукте ProJugar содержится также цикорий обыкновенный. Для нас было важно дать организму также те компоненты, которые будут снижать уровни гормона грелина, тем самым уменьшая аппетит. Часто люди с сахарным диабетом имеют проблемы с лишним весом, что усложняет процесс лечения, например, увеличивая риск появления диабетической стопы. ProJugar обладает широким спектром действий, в частности, помогает бороться с сахарным диабетом первого и второго типа. В Польше около 10% людей болеют диабетом, что не может не беспокоить. Но представьте себе, что в мире есть страны, где почти 60% населения сталкиваются с этой болезнью. Для контраста приведу пример Бразилии, которую еще недавно из-за равномерного скрещивания трех рас, белых, темнокожих и коренного населения называли самой здоровой популяцией в мире. К сожалению, в 60-х годах 20 века в этой стране запретили натуральную медицину, практикуемую южноамериканскими индейцами. В результате сегодня они столкнулись с огромной бедой – сахарным диабетом. Это последствия того, что фармацевтическая промышленность навязала людям синтетические лекарства, которые якобы должны были улучшить их жизнь. Но, как мы видим, отказ от природы приводит к фатальным последствиям. Как следует принимать Прошугар, если мы болеем сахарным диабетом? В случае, когда мы принимаем инсулин, следует вместиться в так называемый необходимый минимум – одна-две таблетки в день. Если же кто-то сам решится отказаться от употребления гормона, тогда можно увеличить дозировку Прошугар. Нужно постоянно проверять уровень инсулина, так как со временем он стабилизируется. Препарат состоит из натуральных компонентов. И даже если бы ингредиенты были с одной и той же плантацией, то, например, в этом году одного из веществ в составе может быть больше, а другого меньше. Растения подстраиваются под количество солнечного света, пятен на солнце и других факторов окружающей среды, от которых также зависит и наш организм. Это люди придумали стандарты. Еще недавно выдвигались предложения по стандартизации формы морковки и огурца, чтобы они случайно не получались кривыми. Понятное дело, что людям, которые эти овощи упаковывают, было бы удобно. Но с точки зрения биологии это нонсенс, так как в природе стандартизации нет. Природа постоянно совершенствует и использует механизмы самовосстановления. Этот потенциал у нашего организма огромен, а данный аппарат в состоянии всячески ему в этом помогать. Адпарат также компонирует себя в этот потенциал. Редактор субтитров А.Семкин